Я представляю, я являюсь председателем районного совета ветеранов, но выступать я буду от себя лично, говорить я буду то, что я думаю и то, что является моим глубоким убеждением. Надо быть откровенным, вот многое хотелось бы сказать, тем более мне перед выступлением сказали покороче, сожмись, многое бы хотелось сказать, но надо сказать откровенно, что наша ныне существующая в городе власть, это бездействующая организация, бездействующее формирование. Как это так? Проводятся митинги с антигосударственными флагами, с антигосударственными заявлениями, с сепаратизмами, с заявлениями и власть молчит. А где правоохранительные органы? Где прокуратура? Где СБУ? Естественный вопрос, но все это исходит от головы. Есть голова и есть действующие органы. Нет головы и нет действующих органов. И потом я хотел бы вам сказать следующее. Вы знаете, 1 марта сего года, вы знаете о том, что здесь вот там собралась группа людей, которая спустилась вниз потом к горысполкому и там при попустительстве депутатов городского совета от коммунистической партии Украины в лице Мамоновой и тех, кто ее окружает, они водрузили флаг трех колор. А вы знаете о том, что под этим флагом воевала российская освободительная армия генерала Власова? Ну это надо просто соображать, как можно пользоваться тем прапором, той символикой, которая была на стороне фашистов. Я уже не буду говорить о связи Советского Союза с Германией, с разделением стран при Балтии и так далее. Вот о чем нужно говорить. Еще один момент. 2 числа, когда здесь проходило шествие, я написал свою статью в газеты, во все газеты города Мелитополева. И ни одна газета города Мелитополя не печатала это обращение. А в нем я сказал, что этот шабаш с теми выкриками России, Россия под российским триколором шли и возглавляли коммунисты, во главе Мамонова, Ивангевича, Зубова и прочих. Что эти люди позволили себе предать всех нас, Мелитопольцев, тем и тем, которые участвовали в шествии. Ладно, смотрите, я так и хочу. Предали, и самое главное, я уже говорил об этом, евроинтеграцию, мне она, я понимаю, я не дождусь, я знаю, что это долгое время. А вот для детей, для внуков, для правнуков мы должны это делать, чтобы они потом не упрекнули нас. Что же вы, старики, умудренные жизненным опытом, не добились этого и, слава богу, сейчас это пошло. Они покусились на это, на это святое дело и на наших детей, и на наших внуков, и на целостность государства. И я считаю, я заявляю здесь, что эти люди, во главе Самомоновой, должны понести свою ответственность. И то, что было сказано, вот на недавнем Савике Шустере сказала Кимошенко, что нынешний парламент это гадючник. Я хочу сказать, что наш городской совет в своем большинстве является гадючником. Это пауки в банке, которые делят то, что нужно уделить, и то, что еще нужно схватить. Я благодарю вас. Спасибо большое. Слава Украине! Слава Украине!